Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Здравствуйте! Меня зовут Денис Саландин. В эфире самая культурная программа на Калининградском телевидении. Приготовьтесь к отдыху. Культурный отдых начинается прямо сейчас. Только сегодня в программе культурный отдых. Что такое хорошо и что такое плохо, расскажут в кукольном театре. Одиночество или надежда, что фотографирует мореплаватель из Москвы. Популярная пантомима, где в Калининграде поиграть в крокодила. Ирина Салтыкова, Иванушки Интернешнл, Макс Корж. О предстоящих событиях только в программе культурный отдых. Каникулы для самых маленьких продолжаются в кукольном театре. Здесь новый спектакль, из которого ваши дети выучат азбуку и узнают, что такое хорошо и что такое плохо. Подробности смотрите прямо сейчас в нашей программе культурный отдых. На подготовку этого спектакля ушел почти год. Шили костюмы для актеров, делали декорации, мастерили кукол. И весь последний месяц активно репетировали. Последние штрихи и малыши смогут познакомиться с новыми героями. К каждому спектаклю у нас новые куклы. Если, например, в каком-то у нас спектакле была овечка, то мы, конечно же, в новом спектакле ее не тащим. Потому что у каждого спектакля свой стиль, свой почерк. Соответственно, и овечки от овечек отличаются. Волшебные сны – это яркий спектакль, который несет поучительный характер для самых маленьких. Ведь каждый знает, что невозможно увидеть волшебные сны, если, например, малыш ест в постели или не знает алфавит. Пожалуйста, научи меня считать. Сказка ложда в ней намек, поэтому мы развлечения с определенной моралью все-таки сделали. И сказочный сон, кажется, не прекратится никогда. Только заканчивается одна история, как на смену кузнечику и улитке приходят новые герои. Четыре новеллы, созданные по мотивам известного американского бестселлера, написанного популярным американским телеведущим Дональдом Бисеттом, который вел аналог программы «Спокойной ночи, малыши» в США и писал сценарии для своей программы. А после оформил все это в целую книжку, которая пользовалась популярностью во всем мире. Доброе утро, Дэнди! Доброе утро, Дэнди! Музей Мирового океана не перестает удивлять новыми выставками. И даже тогда, когда все на каникулах, десятки людей трудятся для того, чтобы просветить калининградцев в новом направлении. Для тех, кто любит фотографию, следующий сюжет о маяках мира. Мы открыли новый проект. Проект «Маяки мира». Автор, фотограф из Москвы Александр Львов. Это друг нашего музея. Мы с ним проводим уже не один проект. Он путешественник. Здесь действительно маяки – символ романтики, символ далеких странствий. И в то же время надежности берега. Проект достаточно интересный. Кроме большого количества маяков, которые были сфотографированы на разных берегах мира, здесь есть и морские пейзажи, и водная стихия. Дополнена выставка предметами из фондов нашего музея. Всегда маяк воспринимается как некий символ. Для кого-то это был символ одиночества, тоски, отдаленности. И люди увидели вдруг яркость красок, жизнерадостность проекта, буйство морской стихии. Уникальность этого проекта в том, что действительно это не собранный материал, а материал, который человек отфотографировал сам. Он бывал от Калининграда, то есть от маяка в Балтийске и от маяков Литовского побережья до Дальнего Востока Индонезии, побережьей Канады. То есть это действительно взгляд человека, видевшего эти конструкции, наблюдавшего жизнь маяков в природном ландшафте. Для хорошего и веселого отдыха существует множество игр. Одни предпочитают настольные и спокойные игры, другим же подавай веселый и активный отдых. Одна из самых популярных игр в мире – это крокодил. О том, как она приобретает винтарный оттенок, узнаем прямо сейчас. Игра «Крокодил» – забава, которая не обходит стороной ни одну веселую компанию. Не имеет значения, где вы отдыхаете – в небольшой квартире или на природе. Главная фантазия и хотя бы небольшие актерские способности. В Калининграде она выходит на абсолютно новый уровень. В развлекательном комплексе «Грильяж» прошло официальное открытие турнира «Янтарный крокодил». Как-то раз, буквально весной, насколько я помню, перед сном, вот меня как-то осенило очень сильно и серьезно, я загорелся желанием и идеей организовать именно вот эту вот игру, потому как я понял, что в Калининграде ее действительно нету. Ее никто еще на таком более серьезном, высоком уровне никогда не делал, и очень захотелось это сделать. Идея необычная и интересная. Сразу нашла сторонников в своей реализации. Арт-директор Вячеслав Фадеев предложил провести «Янтарный крокодил» на базе развлекательного комплекса «Грильяж». Но так как эта идея мне очень понравилась, потому что активный отдых – это в принципе то, что я люблю. И, естественно, поддержав эту идею, мы вот собрали самую активную, скажем так, часть населения Калининградской области – мотоциклистов. И мы делаем старт сегодня с ассоциацией мотоциклистов Калининградской области, которая будет зажигать сегодня и показывать, как нужно играть. Теперь каждый первый и последний четверг месяца в клубе можно будет наблюдать захватывающее зрелище. Турнир будет проходить три тура – летний сезон, осенний и зимний финал. Победитель будет объявлен перед Новым годом. Главный приз организаторы пока держат в секрете. Сегодня состоится первая презентационная игра, которая станет стартом и началом Большого чемпионата. Калининграда по игре «Интарный крокодил», собственно, в которой примут участие разные организации, фирмы, компании и корпоративный клиент. Посоревноваться в фантомиме могут все желающие. Для этого необходимо собрать команду из пяти человек, подать заявку на участие. В первой игре участие приняли члены Калининградской ассоциации мотоциклистов. Отзывы и впечатления были самые яркие. Эмоции только положительные, вы видите на наших лицах. Одни улыбки, одни аплодисменты. Клуб «Грильяж», развлекательный комплекс «Грильяж» – это наши друзья, которые мы знаем, куда мы приходим с большим удовольствием. Всю информацию о турнире вы можете узнать на сайте развлекательного комплекса «Грильяж» и на сайте партнеров чемпионата городского центра свадеб и торжеств. Или в официальной группе ВКонтакте «Интарный крокодил». Проводи отдых креативно и весело. Легендарную оперу «Регалетто» жители нашего города посмотрели в драматическом театре в рамках фестиваля искусств «Интарное ожерелье», о котором мы вам неоднократно рассказывали. Любителям классики посвящается опера «Регалетто». Все внимание на экран. Это грустная история того, чье призвание – веселье. Регалетто – шут и дерзкий насмешник, который сам становится жертвой. Московский театр «Новая опера» ставит этот шедевр с 2000 года. Кстати, в этом году будет ровно 200 лет со дня рождения ее автора – великого композитора Джузеппе Верди. В постановке принимает участие известный по проекту «Голос» и шоу «Один в один» оперный певец Евгений Кунгуров. Но калининградцы его не увидели, так как он заболел. Здесь есть такая свежесть дыхания, что артисты на сцене молодые, наверное, они все-таки как раз и соответствуют то, что было задумано композиторам. Стоит отметить, что опера стала известна по всей России и Европе. Молодые артисты заслужили немало наград и положительных отзывов. Сам спектакль длится три часа, состоит из трех актов. В последнем как раз звучит знаменитая песенка «Герцога, сердце красавицы, склонна к измене». В постановке новой оперы «Реголет» исполняется на языке оригинала. Наш город смело можно назвать культурной столицей нашей Родины, потому что каждый день происходят такие события, о которых хочется рассказывать и рассказывать. Прямо сейчас рубрика «Афиша» продолжает наш эфир. Распускаем волосы и отправляемся в Калининградскую филармонию. 15 и 16 июня там можно будет увидеть увлекательную историю «Рапунцель». Если вы хотите увидеть сразу несколько сказочных героев, тогда отправляйтесь в Дом искусств. Здесь открывается лавка чудес. Концерты. 21 июня – одно из самых ожидаемых событий года и этого лета. Супердискотека 90-х. Такого еще не было. Сразу несколько популярных артистов на одной калининградской сцене. Ирина Салтыкова, Акула, группы «Отпетые мошенники», «Пропаганда», «Вирус», «Демо», «Иванушки Интернешнл». 23 июня на стадионе «Балтика» впервые в нашем городе состоится концерт новой звезды, имя которой Макс Корж. Молодой музыкант из Минска за короткий срок самостоятельно успел прославиться в Белоруссии, объехать практически все значимые клубы страны, и теперь он гость в нашем городе. Выставки В музее «Пятый форт» порядка шести экспозиций и уникальная возможность не только погулять по местам военных сражений, но и прикоснуться к оружию, которое было найдено во время раскопок. Если вы хотите поближе познакомиться с обитателями морских глубин и увидеть малышей кошачьи акулы, тогда отправляйтесь в Музей Мирового океана. Здесь каждый день, кроме понедельника и вторника, действует постоянная выставка морских существ. Кино Для тех, кто любит уличные танцы, посвящается продолжение самой танцевальной комедийной мелодрамы «Уличные танцы 3. Все звезды». Главный герой Эттен объединяется со скромной профессиональной танцовщицей Джейден для участия в очередном чемпионате по уличным танцам. Только своей победой ребята смогут спасти свой молодежный клуб от закрытия, и они сделают это во что бы то ни стало. Приятного отдыха! Культурный отдых, культурные люди, культурные события. Обо всем этом уже через неделю. Отдыхайте с умом вместе с Первым Городским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»